Всем привет! Сегодня будем сравнивать два поколения плееров Puffgold от компании LATU. Это будет обычный LATU Puffgold, можно его считать наверно классическим, а это Puffgold Touch, наверное самое длинное имя плееров в современном мире. Этот плеер кстати выпущен был аж в 2004 году и буквально сегодня разбирался с этим вопросом, когда он был выпущен и на момент выпуска я так понимаю он был самым дорогим устройством за 2400 долларов, его ценник на тот момент был освежающий как ледяной душ в средине лета. И что интересно его ценник до сих пор остается примерно таким же и он этого наверное стоит до сих пор. Конечно были разные распродажи на которых эти плееры периодически продавались дешевле, но в целом его рекомендована розничная цена по-прежнему 2400 долларов. В свое время компания производила LATU, которая является саб-брендом другой известного производителя InfoMedia. Во многом наверное может быть это слишком громко сказано, но в чем-то они перевернули мир портативного аудио, выпустив этот плеер. Серьезное раздельное питание, PCM в роли ЦАПа, мощный усилитель выдающий где-то с 0.5 ватта на 32-омную нагрузку, очень хорошо реализованный эквалайзер, достаточно компактный размер, несмотря на то что он тяжелый и весьма толстый. Фронтальная проекция, так сказать, вот этот фронтальный размер у него не великий. Удобное управление, хотя и немножко устаревшее, очень необычный такой брутальный немного дизайн. В общем, есть в нем свой шарм. Но конечно, что было хорошо для 2004 года, сейчас уже как-то выглядит очень так себе. Начиная с того, что тут отдельно используется блок питания для зарядки со своим коннектором, заряжающего от 12 вольт. И заканчивая тем, что тут нет USB, вернее USB есть, нет тут беспроводных интерфейсов. Как бы там кто не кривился, а этого не хватает. Нет современных каких-то возможностей. Управление достаточно такое, как сказать, классическое, традиционное. Строится в основном на кнопках. Конечно, он здорово быстро загружается, на все отведены отдельные кнопочки, но экран маленький, достаточно неяркий. Но в целом, пользоваться можно, но как бы в надворении 2004 год. Одна из основных особенностей плеера, это параметрический эквалайзер, который очень хорошо реализовали разработчики компании. То есть, тут он настраивался. Выбираем один из пяти фильтров, в них выбирается опорная частота, коэффициент усиления или ослабление для этой полосы, тип фильтра и его ширина среза. В общем, и вот так вот настраивается до пяти полос. В общем, очень здорово плеер позволял настраивать звук под себя. Из его особенностей то, что он скорее, он лучше дружит с высокоумной нагрузкой, то есть, где-то от 32 Ом и выше. А немножко шумит с наушниками чувствительными, но в 2007 году выпустили ревизию, в которой фоновый шум упрали. А вот любовь к высокомным наушникам осталась, но она, в принципе, легко решается с помощью аттенюатора. Так что, в целом, до сих пор, наверное, по-своему конкурентоспособный плеер. Но если рядом с ним положить PAW Gold Touch, то, конечно, видно, что это уже дитя 2018 года. Другой совершенно дизайн, более модерновый, но при этом лоту как бы сумели показать свой фирменный стиль, начиная с вот этого вот колесика и заканчивая какими-то интерфейсными находками. В общем, не похожих плеер ни на что другое. Если говорить о отличиях, тут USB-C, который используется и для зарядки и в качестве USB ЦАПа теперь его можно использовать. Причем для ЦАПа, что меня по-прежнему продолжает радовать, можно выбирать, будет он при этом заряжаться или нет. Кнопки для управления воспроизведением такие удобные, которые сами ложатся под пальцы. И, что отдельно здорово, сделали два различных выхода. Балансный и обычный. Мощность у них одинаковая, но разный набор усилителей их обслуживает и немного разные звуки. Ну, про это, если вам интересен один или другой плеер, то это в подробный обзор. Ссылки будут есть в описании. Сделали тут свою прошивку разработчики компании, несмотря на то, что тут есть и Wi-Fi и Bluetooth. Прошивка своя, не на базе Android, стриминга тут нет. В общем, на самом деле польза с Wi-Fi тут исключительно в обновлении прошивки. Но зато Bluetooth работает с LDAC, работает на прием, на отдачу. В общем, с беспроводными наушниками плеер дружит получше. Сделали управление с помощью сенсорного экрана, полностью переписали прошивку. Она стала современной, очень эффектной, эффективной. Все быстренько управляется, все настраивается. И вот отдельно, что хочется отметить, это как раз вот параметрический эквалайзер. Насколько он тут стал удобнее. Вот так вот выбираем частоту. Сразу показывается, где она находится на кривой. Можно тут менять. Если мы, допустим, меняем здесь частоту, сразу видно, как смещается стрелка. Видно, какой мы участок регулируем. Если выбираем менять Gain, сразу показывается, как это будет влиять на звук. В общем, настройки параметрического эквалайзера стали намного нагляднее и удобнее. Допустим, сохраним. Не хочу сохранять его, как новый эквалайзер, но придется. Настырные ребята. Но, к счастью, все можно быстро поправить. Так вот, прошивка, более современные возможности. Но, естественно, все это было бы... А, ну, наверное, еще, кстати, надо бы сравнить размеры, да. Классический GOLD, он чуть пониже, чуть поуже, но при этом немножко толще. Даже не немножко, а заметно толще. Поэтому, несмотря на то, что тут фронтальная проекция стала больше, плеер еще остается более-менее карманным. Вес у них примерно одинаковый. Хотя вдвоем они уже, конечно, затягивают солидно. Можно вместо гантельки легко использовать. Естественно, все эти апгрейды были бы бесполезны, были бы никому не нужны, если бы звук стал хуже. Но вот тут вопрос в том, что звук они действительно поменяли. И звук они поменяли, наверное, в сторону от того, как звучит классический LATO PAV GOLD. Поэтому фанаты классического LATO, возможно, это изменение может понравиться не всем. С моей точки зрения, это шаг в сторону более взрослого и более натурального, естественного звучания. То есть, если мы говорим про вот этот LATO PAV GOLD, он нейтральный, он детальный, он драйвовый, он отлично все контролирует. И одна из его особенностей, это вот у него был немного такая накачка всего. То есть, накачка немножко низких частот, накачка середины, верха. То есть, он как бы добавлял от себя немного эмоций, добавлял драйва, энергии. То есть, играл поэнергичнее, чем это есть в записи. И многим это нравилось. А вот тут это убрали и сделали такой более нейтральный, более аудиофильский, более, наверное, топовый звук, стремящийся, скажем, к одному из столпов этого жанра, так сказать, к ультиме. Действительно похож на ультиму по звуку, с немного разной манерой подачи, но в целом стремится к ультиме. Убрали вот эту излишнюю накачку. При этом, если трек, естественно, хорошо записан, то все это есть. То, что в треке он передает так, как есть. Не добавляет просто от себя. И, в общем-то, звучит тач натуральнее, естественнее, более изысканно, с лучшей проработкой. Поэтому выбор тут как бы строится по простому принципу. Если вам нужен дополнительный накачка по частотам, если вам нужно немного приукрасить звук, то вот, может быть, вам стоит рассмотреть и классик. Но если вы, действительно, хотите записи в том виде, в каком они существуют, или каком они были сделаны, наверное, на крайней мере, приближающиеся к этому, потому что кто их знает, как они на самом деле звучат, то вот более нейтральный, более качественный звук, более темный фон, лучшая сцена, лучше работает с низкоомными наушниками, лучше работает с чувствительными моделями. В общем, такой шаг в сторону более серьезного, взрослого звука. Хотя тут он тоже, естественно, очень взрослый, но это еще шаг вперед. Так что тут как раз разница достаточно заметна. Поэтому, подводя итоги, в принципе, если вам нравится звук голда, то тач это не, скажем, не его развитие. Это шаг в сторону более нейтрального и натурального звука. А если же вы хотите действительно топовое устройство и при этом думаете, что из них взять, то, наверное, тач будет более правильным выбором, если, конечно, вам не нужна дополнительная, скажем, энергетика плеера. Так что лоту, по-моему, сумели действительно проапгрейдить свое детище, сделать шаг вперед и по дизайну, и по управлению, по звуку, и по всем параметрам. Так что лоту Пав Голд Тач это действительно удачная модель, которая еще раз доказала, что разработчики компании не даром едят свой хлеб. Спасибо за внимание!